Добраться до работы и дома для них настоящее мучение. Жители поселка Салмачи и Куюки по часу ждут общественный транспорт. Если летом еще терпимо, зимой тяжело. В ситуации разбиралась наш корреспондент Феруз Настерова. По 40-45 минут стоим. Бывала, сама час стояла, ждала. Ужасно, отвратительно ходят автобусы. Битком ломаются на дорогах, не влезешь. Я с двумя детьми езжу, это ужас. Зимой это очень сложно. По 40 минут. Я вот вчера, например, 40 минут ждала. До этого чуть ли не час стояло. Градус возмущения растет с каждой минуты. 16-градусный мороз. Гадать, приедет автобус или нет, испытание не из легких. 90-е – это единственный маршрут, обслуживающий сразу несколько поселков. Остановка Фучка – место особого скопления людей. Если у других маршрутов интервал не больше 10 минут, то пассажирам 90-го автобуса приходится ждать по 30-40 минут, а иногда и по часу. На часах 17.45. На остановке немало людей. Есть и маленькие дети. Терпения дождаться автобуса хватает не у всех. Добираются до дома на такси и попутках. За время ожидания проехало 3,46-х автобуса. Спустя полчаса на горизонте появился и 90-й. Он следует по маршруту поселок Куюки, площадь Тукая. Но радоваться рано. В салон попасть задача не из простых. Мы попытались узнать у водителя, почему так редко ходят автобусы. Сколько на линии автобусов? Скажись, пожалуйста. Не знаю, говорю. Ну а почему автобусы ездят? Причину задержек объяснили в ПТП. Интервал увеличился, что машина у нас одна действительно на ремонте с двигателем. И объясняли, и комитет по транспорту тоже объясняли. Отправили на завод двигатель. В кратчайшие сроки мы эту проблему уладим. На сегодняшний день три автомашины ждем. Ситуация изменится уже завтра, пообещал перевозчик. На линию выпустят пятый автобус. А автопарк пополнится в феврале. Только тогда, возможно, автобусы 90-го маршрута будут ходить чаще. Фируз Насырова, Равкад Диединов и Тимур Гатаулин. Вести Татарстан. Редактор субтитров А.Семкин